Лапти и Аладдина Конечно, хочется сказать, мне очень жалко тех людей, которые пострадали. Это мирное население, ни в чем не повинное. Конечно, наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Они уже думали, что это все в прошлом. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живет. Зато в Путинской Российской Федерации возбуждаются уголовные дела против школьников. Знаете за что? За правду. За правду школьников могут посадить на срок до 10 лет. Эта страна обречена. В октябре 2023 года в полицию поступило сообщение от администрации школы о том, что на одном из видеохостингов размещен видеоролик, в котором двое учеников в утвердительной форме распространяют информацию порачивающего характера о действиях вооруженных сил. Указанный контент в установленном порядке был изъят сотрудниками полиции и направлен на лингвистическую экспертизу, по результатам которой установлено, что информация носит заведомо ложный характер. 12 августа 2024 года руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области по факту распространения вышеуказанного видеоконтента возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б, ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса. 13 августа в ходе следственных действий сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области, ВСУСК и УФСБ России по Нижегородской области фигуранты уголовного дела, двое молодых людей 2006 года рождения, были доставлены в следственные органы для проведения следственных действий. Во время обысковых мероприятий в местах их проживания изъяты предметы и гаджеты, имеющие доказательственное значение по делу. Проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Особенно ужасно, что на молодых людей донесла директор лицея, где они учились. Нина Говорова написала донос еще в ноябре прошлого года, когда арестованные были ее учениками. Тогда полиция выписала административные протоколы, а спустя почти год силовики решили вернуться к этому делу, и теперь парням грозит до 10 лет лишения свободы по уголовному делу о фейках. Он ебаный, Владимир Путин, чтоб вы поняли. Десятки отказников из Петербурга сбежали с военного полигона в Курской области, где их готовили к отправке в бой. Это те самые военнослужащие, которых 13 августа посадили в самолет и вывезли под Курск. На следующий день после прилета около 20 из них смогли сбежать, и их особо не искали. Об этом сообщают родственники отказников, и сообщает об этом также телеграм-канал Астра. Оставшиеся на полигоне военнослужащие были вооружены и отправлены в неизвестном направлении. Родственники сообщают, что по документам на передовой их близких нет. В распоряжении телеграм-канала Астра оказалось видеоотправки 150 военнослужащих, ранее отказывавшихся воевать. И вот их отправили в Курскую область. Среди отказников есть мужчины с серьезными проблемами со здоровьем. Есть и те, кто предпочел бы сесть в тюрьму, чем участвовать в боевых действиях. На видео мы видим, как мужчин загружают в автобусы, не объясняя им, куда везут. Около 10 человек отказались садиться в автобусы и сейчас находятся под угрозой отправки в следственные изоляторы. Как солдату-срочнику избежать попадания на фронт, обсудим это с представителем фонда «Идите» Лесом Иваном Чувеляевым. Вот мы только что прочитали сообщение, что к вам поступило 25 сообщений от родственников солдатов-срочников, которые пропали во время наступления вооруженных сил Украины в Курской области. Поступили ли к вам за это время новые сообщения, что это за срочники, из каких частей, при каких обстоятельствах они пропали либо попали в плен? Может быть, вам известно, что кто-то из них уже достоверно в плену? Мы не знаем, начну с конца, мы не знаем, много ли этих людей в плену и мы не знаем о случаях их пленения. Здесь стоит иметь в виду, что вот эти вот цифры, которые вы озвучили, эти 25 человек, это все обращения вместе. Это и обращения, к сожалению, от тех, чьи близкие уже отправлены в Курск, и обращения от тех, кто только опасается, что их близкие могут быть отправлены в Курск. И те, кто узнает точно, кого поставили в известность, что отправят. Что касается правил, здесь есть один подвох, который надо иметь в виду. В Курск, в зону контртеррористической операции, так называемые, могут отправить только в одном случае, при двух условиях. Во-первых, если срочник служил больше четырех месяцев, и, естественно, это нарушается сплошь и рядом. И, во-вторых, и в главных, если у него есть военно-учетная специальность, что тоже, конечно, регулярно нарушается. Соответственно, когда это все нарушается, вы имеете полное право жаловаться с прокуратурой, потому что, ну, это грубое нарушение законодательства, и вообще-то, как бы, должны заводить дело за такое. Это, с одной стороны. С другой стороны, второе, что мы настойчиво, конечно же, рекомендуем, это обращаться, в первую очередь, к правозащитникам и держать связи с близкими. И тогда будет, собственно, велик шанс, что получится избежать отправки в Курск и попадания туда. На сегодняшний день география регионов очень большая. Это и европейская часть России, и Калининград, и Ленинградская область, и Московская область, и Ростов-на-Дону, и Краснодар. И теперь уже Свердловская область, Алтайский край, и думаю, что она будет еще расширяться. Петиция матерей о том, что нужно срочно начать обмен военнопленными, обменять срочников на украинских военнослужащих. Действенный ли это шаг, работают ли на власти такие петиции? Ну, я бы не сказал. Пока мы не видели ни одного случая, когда петиция срабатывала, когда петиция заставляла власть действовать или менять тактику, когда вообще, в принципе, она доходила до власти. Когда обращались к каким-нибудь губернаторам регионов, ну да, тут были какие-то результаты. Иногда. А иногда не было. Что касается обращений к Путину, к депутату Государственной Думы, ну это уже, тут не о чем говорить. Тут, думаю, никаких больших иллюзий нет у тех, кто эти обращения записывает. Иван, а что говорят родственники тех срочников, которых уже отправили в Курскую область, к чему готовят солдат? Ну, их в том-то и проблема, что их ни к чему абсолютно не готовят. Если бы их готовили хоть к чему-то, было бы проще. Но их просто ставят в известность, что их перебрасывают в Курскую область, грузят в КамАЗы, в транспорт и отправляют в эту самую Курскую область. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. По-другому не получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok